Только за последние дни января цены на топливо поднялись на полтора-два рубля. А если сравнивать с декабрем, то рост и вовсе сумасшедший. Для многих южноуральцев траты на бензин – настоящая дыра в семейном бюджете. Зарплата не растет, цены растут. Если заправляться в неделю тысячу рублей, то сейчас мне надо заправляться гораздо больше. И мне не хватает просто этого. Цены на нефть снижаются, а цены на бензин растут. Видимо, выгоднее за рубеж продавать. На странице одной из крупных сетей АЗС появился пост с оправданием роста цен. По словам торговцев, дело в том, что значительная часть произведенного бензина уходит на экспорт, а на внутреннем рынке топлива не хватает. Последние месяцы нефтепродукты активно отгружаются на экспорт. На внутреннем топливном рынке нарушился баланс спроса и предложения. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах России снизились до критически низкого уровня. В результате сформировался дефицит. Последний раз такая ситуация была в 2015 году. За повышением цен следят и надзорные органы. В антимонопольной службе еженедельно ведут мониторинг стоимости горючего. А в конце января состоялась встреча Минэнерго и ФАС России с нефтяниками и производителями бензина. Нефтяные компании сообщили о том, что повысят запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводов, увеличат его выпуск и, кроме того, будет увеличен объем нефтепродуктов, который реализуется на бирже. Все это, естественно, направлено, как я уже говорила, на стабилизацию цен, для того, чтобы они не выросли выше инфляции. По официальной методике подсчета, рост цен на бензин уровень инфляции пока не превысил. Правда, эксперты отмечают, что ситуация на рынке топлива близка к критической. Запасы снизились больше, чем на четверть по сравнению с прошлым годом. А впереди – весеннее увеличение спроса и подготовка к посевной компании.